Стоимость нефти марки Brent впервые за 4 года опустилась ниже 80 долларов за баррель. Эту отметку экономисты называют психологически важной. Инвестбанк JP Morgan понизил прогноз цен на черное золото и полагает, что котировки могут упасть и до 65 за баррель в начале января следующего года, если на ближайшем заседании Организации стран экспортеров нефти 27 ноября не будет принято решение о сокращении квот на добычу. Впрочем, многие эксперты уже заговорили о ценовой войне в ОПЕК крупнейшим поставщиком, который является Саудовская Аравия. Что это экономика или политика? Этот вопрос я адресую политическому обозревателю РТВ Марии Гордон, которая присоединяется ко мне в студии. Мария, какое ваше мнение? Здравствуйте, Валерий. Падение цены нефти марки Brent более чем на 30% по сравнению с июнем привело к появлению различных версий, объясняющих подобное поведение лидера стран ОПЕК. Некоторые политики считают, что Саудовская Аравия намеренно позволила топливу подешеветь, чтобы добиться сокращения добычи сланцевой нефти в США. Дело в том, что для рентабельного производства в Америке требуется более высокий уровень цен, чем на Ближнем Востоке. Другие заявляют, что королевство своей политикой пытается воздействовать на Россию или Иран, бюджеты которых требуют более высоких цен на нефть. Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии назвал все подобные рассуждения дикими и неточными измышлениями. «Мы не устанавливаем цену нефти. Рынок устанавливает цены», – сказал министр. «Заметьте, никакой политической составляющей. Бизнес и ничего кроме бизнеса». При этом официальный Эр-Рияд не сообщил, будет ли Саудовская Аравия в ответ на обвал нефтяных цен сокращать добычу, что привело бы к уменьшению предложения на рынке и, как следствие, к росту цен. По всей видимости, в странах ОПЕК нет единства по этому вопросу. Ряд экспертов настроен оптимистически. По их мнению, слишком дешевая нефть никому не нужна, а спрос на нее никуда не денется. Я думаю, что нам нужно сделать различие между краткосрочным и долгосрочным прогнозами. Сейчас мы наблюдаем падение цен, но в будущем спрос будет расти, а инвестиции в добычу продолжатся. Впрочем, существуют и катастрофические прогнозы. Месяц назад президент России Владимир Путин заявил, что мировая экономика рухнет в случае сохранения цены на нефть на уровне 80 долларов за баррель. А на прошлой неделе российский лидер в интервью к китайским СМИ отметил значительную роль политической составляющей в нефтяном ценообразовании. Тем не менее, экономической никто не отменял. Очень важное заявление сделало энергетическое ведомство США. Оно ожидает в 2015 году рекордные за последние 42 года объемы добычи американской нефти 9,5 миллиона баррелей в сутки. Это обстоятельство может еще значительнее снизить цены. Валерий. Спасибо, Мария. Это была Мария Гордон с комментарием о падении цен на нефть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!